Цунами – это морские гравитационные волны большой длины, которые возникают в результате сдвигов больших участков морского дна. Само слово «цунами» образовано от двух японских иероглифов. Цу означает «гавань», нами – «большая волна». Этот термин с буквальной точностью описывает суть явления. В восточной побережье Японии более всего в мире страдает от действия цунами, потому японское слово было выбрано для обозначения этого явления повсеместно. Разрушения, вызываемые цунами, происходят в основном из-за удара в волн в результате затопления, размыва фундаментов зданий, мостов и дорог. Разрушения увеличиваются из-за плавающих обломков, лодок, машин, которые с силой ударяются в здания. Причинами образования цунами являются подводные землетрясения и извержения подводных вулканов. Свыше 99% волн цунами вызываются подводными землетрясениями. При землетрясении под водой образуется вертикальная трещина и часть дна опускается. Дно внезапно перестает поддерживать столб воды, лежащий над ним. Поверхность воды приходит в колебательное движение по вертикали, стремясь вернуться к исходному уровню, среднему уровню моря, и тем самым порождает серию волн. Характеристики цунами. Высота над местом возникновения от 1 до 5 метров, а при выходе на мелководье до 50 метров. Длина волны 150-300 километров. Скорость распространения от 50 до 1000 километров в час. За последние 4000 лет в мире отмечено более 2300 цунами. Наибольшее число цунами проявляется в бассейне Тихого океана. Из общего количества цунами в Тихом океане 17% цунами произошло в районе Японских островов, 15% в Южной Америке, 13% на Новой Гвинеи, Соломоновые острова, 11% в Индонезии, 10% на Курильских островах и Камчатке, 10% в Мексике и Центральной Америке, 9% на Филиппинах, 7% в Новой Зеландии и на островах Тонго, 7% на Аляске и на западном побережье США, 3% на Гавайских островах. Последствия цунами. Уничтожение сооружений и целых населенных пунктов, затопление больших территорий. Сильные течения, которые иногда наблюдаются во время цунами, вызывают дополнительные разрушения из-за того, что обрывают боны, срывают сикари, лодки и баржи. Дополнительные разрушения могут произвести пожары из-за разлива нефтепродуктов в результате цунами, могут также иметь место загрязнения в результате нарушений системы канализации и смыва химических веществ. В ночь на 26 декабря 2004 года произошло самое крупное в истории Индийского океана подводное землетрясение. В результате землетрясения в океане образовалась гигантская волна цунами. Ее высота в открытом океане составила 80 сантиметров, в прибрежной зоне — 15 метров, а в зоне заплеска — 30 метров. Скорость волны в открытом океане достигала 720 км в час. Через 15 минут после первого толчка волна достигла и смела северную оконечность острова Суматра. Через полтора часа она обрушилась на побережье Таиланда, через два часа достигла Шри-Ланки и Индии. За восемь часов прошла Индийский океан. Волны цунами вызвали огромные разрушения на побережье стран бассейна Индийского океана и привели к гибели около 300 тысяч человек.